добрый день друзья мои подружки этот ролик целиком буду посвящать цветам давно обещал я показать вам какие у нас растут цветы во дворе там это увлечение моей мамой я сам толком не знаю как они называются короче спрошу у мамой с помощью нее тут попробую нибудь выговорить эти названия и объяснить вам что за святых и как они примерно выглядит давайте начнем итак давайте начнем вот с этого полисадника перед домом у нас вот находится вот такой полисадник тоже сами сделали про это есть видео у меня на канале в общем на первом ряду растут вот хосты это вот такое вот растение с белым кантиком возле лепестков листьев или как там правильно в общем вот они разные у нас вот тут тоже просто вот такие у них цветы типа колокольчика тоже разного цвета вот тут фиолетовый вот белый а это уже вот каланхоя цветы у него такого бордового цвета как нибудь еще дальнейшем покажу когда расцветет он цветет попозже пока чего цветов нет давайте поднимемся на второй ряд итак на втором ярусе у нас растет вот вот этот можжевельник сорт стелящийся можжевельник он растет не ввысь а в ширину есть еще другие сорты растут ввысь там типу елки вот так вот у нас вон там растет возле водопада попозже покажу это ну это растение обычно используют для живых изгородей там ну такое декоративное растение а вот это уже спирия обычная спирия светит белые цветочки такие пышные очень много цветов бывает но уже как видите цветов нету растет ранней весной так что вот цветы уже испарились вот это тоже спирия это уже другой сорт японская спирия тут вот и святые белые и розовым оттенком вообще такая разноцветные цветы тоже прикольно выглядит многие спрашивают чё за святы в общем это японская спирия дальше у нас вот тут в уроке находится это барбарис тоже вот посадили разного цвета такое декоративное решение вот красный желтый и зеленый это уже как и говорил туи они у нас тоже во многих местах растут тоже декоративное такое красивое растение очень похоже на елку издалека но это не елка вот тут еще один цветок есть забыл как он называется ну вот мама мне подсказывает что это растение называется очиток 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 в общем как-то так в этой локации закончили давайте перейдем в другую локацию ну и А вот эту розу я уже вам тысячу раз показывал. Это такая вьющая роза. Придется вот на эту декоративную штучку, которую мы сделали в этом году. Там море светов. Вот так просто говорить о нем как-то странно. Давайте лучше покажу поближе там под музыку. Смотрим. 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 Вот такая она. Вьющая роза. Очень красивая и сочная. А еще, если вы заметили, у нас во дворе полно вот этих цветов. Это петуний. У них разные сорты, разные цвета. И скорее всего, все садоводы и любители цветов знают про эти цветы. Они неприхотливые, растут в любых условиях. Так, друзья, пошли дальше. Вот тут снова у нас очиток двух видов. Вот с двух сторон. Это уже джасмин. Чубушник. В простонародье джасмин. Это пузыреплотник Диаболу. А это Мирикария лесохвостниковая. Вроде так называется. А это канадский ель карликовый, вроде бы. Вот он тот самый можжевельник, который растет в высоту. Очень похож на тую, но это не туя. Это можжевельник. Можжевельник, кстати, растет гораздо быстрее, чем туя. Вот тут у нас находятся лилии и ирис. А это груша. Вот тут еще рядом с качелями у нас растет вербеник обыкновенный. Вот тут еще есть некоторые растения. Это не знаю, как по-русски. Юа. Еще его можно кушать. Ну, что-то похоже на чеснок. Это кугорчен кузи. Это это не знаем. Напишите, кто знает. Это лук. А это груша. Еще одна растет большой. Я в том году показывал. Многие спрашивали сорт, но я не помню. Вот тут еще лилии. У нас это Абриетта. Вот тут на вот этой арочке у нас растет климатиз. Вот это вот такой темно-фиолетовый и с этой стороны белый. Еще не развела. Расцветет попозже. А вот это всеми любимая спаржа. Многие спрашивают, что за пышные растения. Это спаржа. Вот это вот большая спаржа. Это гортензия. Это уже говорил. Меликария лесохвостниковая. Вот тут еще цветы есть. Нарсабл дали? Светан это хизантос. Это лаванда. И далее? Флокос однолетний. Флокос однолетний. Разные цвета. вот тут тимьян. Это колокольчик. Карпатский колокольчик. Виола. Они еще вон там есть. Покажу как-нибудь. путь. Это гвоздики. Еще не рассели. Вот уже появляется потихоньку. Это флоксы обыкновенные. Их тут много. тут розы у нас. Это спойлер. Вот эту штуку покажу в другом ролике. В прошлом году про вот эти цветы многие спрашивали. Это цветы ягодицы я покажу когда вырастет. Пока еще они маленькие. Это лобелии. Вот такие вот беленькие. Это карпатский колокольчик. Гвоздики. Вот тут вот такие фиолетовенькие. Розовенькие, фиолетовенькие. Красивенькие. Бархатца отклоненная. желтые цветы. Ну это уже гвоздики. Уже показывал. Эти тоже показывал. Это хризантемы. Тоже цветов пока нету. А вот и туи, друзья. возле которых я постоянно снимаю ролики. Потому что они мне очень нравятся. Прикольные растения. Хочется их вот так вот обнять. Полоскать. Полапать. В общем очень красивые. Они когда мы покупали были вот такого примерно роста. Где-то за 6-7 лет точно не помню. Где-то 6-7 лет они вот так выросли. Можно их использовать тоже для живых изгородей, для декоративных, ну, такое декоративное растение. В общем, вы, наверное, уже видели это во многих местах. Пошли дальше. Вот тут у нас целых два ряда цений, цения и лобелия. И вот тут георгин. Вот такой красивый. Вот тут у нас еще растет рудбики. Вот эти два желтенькие. Они как подсолнух. И вот тут розовенькие. пока еще не развели. А это цинирария. Рем гешаван. Тот торшит кэнде. Вот такие вот. Они вот и тут у нас везде. Везде. Вот тут они еще растут у нас. Ну, по периметру посажены. Тут герань пытается расти. Вот так вот. лобелия тоже показывал. Вот тут возле бани у нас растут люпины. Как-то так. Вот это гайлардия. Желтенькие такие. Тоже цветов пока мало. Вон там более-менее нормальные. Вот тут еще есть гортензии. тут одна. Вон как-то так. Вот тут ведерки у нас сидит дихондро серебристый водопад. Друзья, думаю, вам уже не нужно говорить, что чтобы вырастить вот такие растения, святые, нужно вложить много труда и времени. это уже как закон, правило такое. Просто смотреть приятно, ну и работы тут очень много. Вот мама все это делает почти в одиночку, но мы изредка там помогаем. Она тут все время ковыряется. Огромное ей спасибо, что она в таком вот порядке и красоте держит наш двор и все остальные места. Лайк маме сразу поставьте много лайков. Вот такой вот ролик, друзья. Думаю, быстренько пройдусь тут по двору и расскажу про цветы там за пару минут, но как видите, за пару минут не получилось, потому что у нас слишком много всяких растений и цветов. Мама у меня просто маньяк по цветам. И из-за того, что я плохо разбираюсь в растениях, пришлось много спрашивать у нее там туда-сюда и с помощью нее вот так вот выкрутился, потому что есть такие названия, которые даже сложно выговорить. Вот так выкрутился, выкрутился. Да. Надеюсь, вы хоть что-нибудь полезное уловили из этого ролика. Снял такой ролик, потому что многие спрашивали уже с прошлого года, спрашивают там, что это за растение, например, вот это, вот это что за растение. Я там уже устал писать в комментариях, вот решил сделать вот такой ролик. Если кто-нибудь еще спросит, я просто дам ему ссылку на этот ролик. И все, задача выполнена. И в итоге вот такой ролик получился. И как всегда на поседок желаю всем здоровья и отличного настроения. Увидимся на следующем видео. Всем пока. Субтитры